Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости канала. Предлагаю вашему вниманию ретро статью «Фасадное словоблудие». Статья была переопубликована в среду 23 октября 2024 года. Итак, начинаю. А начинаю я со следующего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Беру ученики футболистов и тренеров в формате онлайн-обучения. Также буду признателен, если станете спонсором канала или просто поддержите канал в меру своих возможностей. Кнопка спонсорства или номера карточек под каждым видео. А теперь по теме. Эта статья была написана в 2010 году. В апреле, не в апреле, в мае, 17 мая. Судите сами, поменялось что-то за это время или нет. Вот текст этой ретро статьи. На днях на глаза попался футбольный термин «атакующий защитник». Решил написать заметку по поводу этого понятия. Но потом понял, что если уж высказываться, то высказываться полноформатно, высказываться так, чтобы больше никогда к этому вопросу не возвращаться. Именно поэтому написал статью, которую предлагаю вашему вниманию. Начну со сравнения. Какого бы качества и финансоемкости не был бы дом, хозяин всегда делает так, чтобы фасадная часть дома была самой красивой и самой привлекательной. Это элементарно и понятно. А что современный футбол? Можно ли его сравнить с домом? Уверен, что можно. Есть ли фундамент у футбольного дома? Конечно же есть. Это футбольная наука, основанная на существующей футбольной идеологии. Есть ли этажи? Разумеется, это различные национальные лиги, там первая, вторая лига и так далее, презентующие тот или иной уровень игры. Если футбол и дом – корректное сравнение, то у него, у футбола, должен быть фасад. А фасад, как водится, должен быть безукоризненным. Если сейчас посмотреть на фасад футбольного дома, то у смотрящего возникнут только положительные эмоции. Футбольная наука представлена тоннами различных книг. Футбольная практика просто нафарширована научными терминами или терминами, претендующими на такой уровень. Например, концентрация, потери концентрации, многоходовая комбинация, многоэшелонированная оборона, мотивация, тактический рисунок и так далее. Красивые термины, не правда ли? Но что скрыто за этими фразами? Или их суть абсолютно прозрачна? Не думаю. Если обратить на эти термины самое серьезное внимание, посмотреть на них со всех сторон, то можно почувствовать запах фасадной краски. Фасад футбольного здания, по моему мнению, далеко не соответствует всему остальному дому. Давайте для примера проанализируем вышеупомянутые в этой статье футбольные термины. Начнем с понятия концентрация. Когда о концентрации или потере концентрации говорят простые болельщики, то это понятно и приемлемо. Но когда об этом говорят футбольные аналитики и специалисты, то это как минимум вызывает улыбку. Концентрация чего? Частиц, растворов, домов в микрорайоне, внимание. Вы можете применить в своей речи и письме слово «усиление» как самостоятельное слово. Согласитесь, что это будет выглядеть смешно. Усиление – это такое же слово, как и концентрация. Оно отвечает на вопрос «чего?» Усиление – «чего?» Ветра, позиции, опор моста или чего еще? Вчера мы произвели усиление. Вам понятно, чего мы произвели усиление? Мне, например, нет. Когда же говорят о потере концентрации, то возникает аналогичное ощущение. Понятно, что речь идет о внимании. Но так можно высказываться на уровне просторечия. И когда слышишь, что в публичных выступлениях футбольные специалисты говорят о потере концентрации, то становится грустно. Более подробно о футбольном термине «концентрация» вы можете прочитать в заметке «концентрация». Невольно вспоминается история с тестированием молодых футболистов на IQ. Когда в 2001 году ваш покорный слуга говорил о необходимости такого тестирования, меня открыто покрывали матами, причем отборными, и при этом заявляли, что, мол, вундеркинды футболу не нужны. Слава Богу, в 2004 году немцы и голландцы презентовали всей Европе свое ноу-хау тестирование футболистов на IQ. Мои оппоненты почему-то не стали комментировать этот факт и резко исчезли. Тогда говорил о тестировании на IQ, а теперь говорю о безграмотной терминологии. Извините за прямоту, но высказывание журналистов и футбольных специалистов, практиков, заставляет думать, что футбол – это удел малограмотных людей. Профанация футбола налицо. Без сомнений, это кому-то выгодно. Но мне в этой кампании не место. Считал, считаю, буду считать футбол сложнейшим видом человеческой деятельности, где места малограмотным людям не должно быть. Современный футбол должен основываться на серьезной науке, а не на ее видимости в виде имеющегося пакета кандидатских и докторских диссертаций. Впрочем, это другая история. Что касается футбольного термина «многоэшелонированная оборона», то на этот счет я уже высказывался в заметке «футбольная крепость». Теперь несколько слов о футбольном понятии «многоходовая комбинация». Комбинация – это заранее просчитанная, продуманная последовательность действий. В футболе – это заранее продуманная последовательность передач с выполнением завершающего удара. Если учесть, что среднестатистический КПД приема-передачи мяча у современного футболиста вряд ли превышает 0,7, то вероятность заранее продуманной третьей передачи в комбинации, то есть передача-прием-передача-прием-передача, равна 0,7 умножаем на 0,7 умножаем на 0,7 умножаем на 0,7 и умножаем на 0,7. Итого получаем 0,168 или 16,8%. Много ли можно осуществить трехходовок в футболе с вероятностью третьей передачи в 16,8%? Я уже не говорю об очевидном, о том, что в футболе каждую секунду меняется все, и заранее продумывать многоходовки – утопия. То, что лежит в плоскости реального, так это двухходовки. Но и этим футболисты не очень балуют своих болельщиков. Что касается футбольного термина «тактический рисунок», то авторское мнение на этот счет более чем подробно описано в статье «Тайны футбольной стратегии и футбольной тактики». Неоднократно высказывался и по поводу очень популярного футбольного термина «мотивация». И снова мы сталкиваемся со словом, которое самостоятельно не применяется. Есть мотивация к труду, учебе, защите чего-либо и так далее. А в футболе есть просто мотивация. Туманность и бессмысленность некоторых терминов в футболе неизбежно приводят к туманности футбольной науки. Знаете, почему многие споры и дискуссии ни к чему не приводят? Потому что спорящие в ряду других причин не утруждают себя привести к общему знаменателю свое понимание каждого из терминов, применяемых в споре или дискуссии. Что можно понять в науке, если большая часть ее терминов сомнительны? Вернусь к началу статьи. Вернусь к понятию атакующей защитники. К понятию, подвигнувшему к написанию этой статьи. Вам, уважаемый читатель, не приходило в голову, и слушатель тоже, не приходило в голову, что футбольное понятие атакующий защитник есть, а понятие обороняющейся нападающей нет. Не приходило в голову? Разве нападающие не откатываются в оборону? Тогда почему нет футбольного понятия обороняющейся нападающей? Потому что естественно, когда нападающий откатывается назад и помогает своим защитникам. А помощь защитника нападающим, что не естественно? Очень даже естественно. Тогда почему одно понятие существует, а другого не существует? Если у вас получится разобраться, дайте знать. Буду вам очень признателен. Я же бессилен перед этим словоблудем. Если точнее, то не совсем бессилен. В очередной раз повторю, что современный футбол сам свидетельствует против себя. В современном футболе не зря существует понятие атакующий защитник, а понятие обороняющейся нападающей нет. Это не случайно. Ларчик здесь, как мне кажется, просто открывается. Существование одного термина и отсутствие другого возможно только в том случае, если одно понятие естественно, а другое достойно чуть ли не восхищения. То, что нападающий откатывается к своей штрафной и помогает обороне, считается абсолютно естественным. Знаете почему? Потому что технический потенциал нападающего достаточен, чтобы успехом выполнять функцию защитника. А вот если защитник подключается к атаке, то это у некоторых вызывает восхищение. А почему? Защитник что, не обладает таким же техническим потенциалом, как нападающий? Не обладает. В том-то и дело, что не обладает. В современном футболе почему-то принято, что защитников не обязательно обучать приемам индивидуальной обводки, ударному искусству и всему тому, чем владеет нападающий. Зато защитников обучают силовому в кавычках футболу, жесткому в кавычках футболу. В общем, вы понимаете, о взаимозаменяемости можно только мечтать. Это еще одно доказательство того, что тотальный футбол для современных тренеров недосягаем. Какой восторг! Защитник пробежал по краю и даже сумел навесить мяч в штрафную площадку соперника. Почти гений! Такой футбольный защитник и называется атакующим. И последнее. Старое никогда не уступало место новому без боя. Так устроена жизнь. Если дом прогнил или конструктивно устарел, а сносить его хозяин не хочет, так как еще несколько десятилетий назад он был его гордостью, его детищем, причиной наград и славы, то невольно начнет его модернизировать. В кавычках модернизировать. Будет делать косметические изменения, пытаясь идти в ногу со временем. Но несущий каркас и фундамент здания оставит без изменения. На снос здания у него не хватит духу. Тщеславие, гордыня, страх потерять былуизвестность и славу не дадут разрушить то, что еще недавно возвеличивало. Бывает и исключение, но исключение только подтверждает правило. Какими бы мудреными и научными в кавычках терминами не украшали фасад футбольного здания футбольные специалисты, но на главные вопросы, на которые у них ответов нет, рано или поздно придется отвечать. Что это за вопросы? Их всего три. Первый вопрос. Что такое футбольная команда? Второй вопрос. Что такое мотивация к самосовершенствованию? И третий вопрос. Что такое критерий прогресса в футболе? У современной футбольной науки ответов на эти вопросы нет. Увы. У меня все. Пока. Ребята, не знаю, что со звуком. Честное слово. Всегда было все нормально. Тут какой-то ужасный звук. Какие-то перестукивание, постукивание. Но у меня времени просто нет перезаписывать этот ролик. Вы уж извините меня. Я постараюсь, чтобы следующие ролики буду контролировать, чтобы звук был нормальный. У меня все. Пока. Подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и неожиданного.